Граждане уже давно требуют избавиться от коррумпированных политиков, раздражающих общественность, подвергнув их люстрации. Однако сейчас реализация этого требования в руках граждан. Ведь у избирателей появилась возможность самим решать, кто именно будет занимать депутатское кресло в парламенте. Прежде этой возможности злоупотребляло руководство партии. Госсекретарь отметил, что теперь не будет прежней практики, когда список возглавлял известный политик, который, протащив свою партию, с собой проводил 20-30 депутатов. Верно, мы не поддерживаем эту идею. Уже 15 лет мы твердим, что проведем люстрацию. Но этого не происходит. Теперь же процесс начался. Впервые в нашей истории президент Садыр Джапаров создал условия для проведения люстрации. 36 депутатов будут избираться напрямую по одномандатным округам. Вы выберете своего представителя, которому доверяете. Никто не может заставить вас проголосовать за кого-то. Государственные служащие не будут работать на того или иного кандидата. Другими словами, определенные политики уже не смогут помешать гражданам сделать свой, осознанный выбор. Если государственные служащие будут работать на того или иного кандидата, они понесут ответственность и к ним будут приняты соответствующие меры. В случае какого-либо участия определенного должностного лица, оказывающего помощь тому или иному кандидату в депутаты, либо политической партии, если этот факт будет установлен правоохранительными органами в виде соучастия в подкупе голосов избирателей, либо в применении административного ресурса, то в обязательном порядке он будет привлечен к уголовной ответственности и, возможно, взят под стражу. Каждый гражданин должен нести ответственность за свой выбор. Сейчас перед избирателями стоит задача выбрать не богатого кандидата, а патриота своей родины, который будет работать во благо народа. Народу дается возможность, вся ответственность сегодня ложится на народ, и есть возможность выбрать достойных людей, которые действительно будут отставить интересы государства. Но в тот же момент хочется подчеркнуть, что государство тоже должно создать условия для иллюстрации, как это происходит, например, в Украине, в Молдове, где людей, которые были запятнаны, имели какие-то коррупционные связи, им не просто на них уголовные дела завели, но даже их родственникам, друзьям не позволяется иметь какие-то государственные чины, возможности работать на государство. Граждане не должны продавать свои голоса. Напротив, они должны оказывать содействие в разоблачении тех кандидатов, которые желают купить голоса. Отметим, в целях подготовки и проведения выборов депутатов Джогур-Кокенеша создан республиканский штаб, который занимается информационной кампанией и создает условия для проведения открытого плебисцита. Между тем, 21 октября президент страны проведет республиканское совещание по вопросу проведения справедливых выборов. До станка сканов Тимур Садыгалиев, Руслан Сабатаров, Аллато 24.